В этом году Samsung отнеслась к линейке Note как никогда ответственно. Флагман нового поколения должен повысить интерес к бренду и поднять число продаж после провала Galaxy S9. Компания недовольна спросом на смартфоны, беспокоится за продажи во втором квартале 2018 года и принимает соответствующие меры. Выпускает S9 в новых расцветках, презентует S-Lite для Китая. Я сегодня одну новую расцветку видел в таком красно-темном цвете. Про Note 9 были 4 слуха. Первый. Разработчики и компании расширят функциональность камеры, оснастят аккумулятором с рекордной емкостью для смартфона Samsung в 4000 мАч, выпустят версию с 512 гигабайтами хранилища для Китая и Кореи и представят устройство 9 августа раньше обычного. Что же на деле? Сегодня, 3 июля 2018 года данный флагман впервые показали на изображениях со всех сторон. Благодаря чему удалось выяснить некоторые особенности о будущей новинке и самые свежие новости. В общем, Samsung ожидаемо выпустил многофункциональный девайс 100%, который явно ворвется в топы бенчмарков, кодовое имя которому Crown. Топ-то корона. Правда, чтобы смартфон действительно стал попсой, корейцем треба уникнутый двух помылок. Не ориентироваться на Note 8. Но по скринам мы видим самое огромное изменение в этом красавце. Это переезд же сканер отпечатка пальца. Во всем остальном точная копия предшественника. Короче, Note 9 будет ремиксом Note 8. Как мы поняли, будущая новинка не получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, потому что он находится на тыльной части корпуса. Видно это по скринам на экране. Также чехлы делаются сканером на тыльной стороне. А это 99% правды. По чехлам мы точно знаем, каким будет смартфон. Дисплей, как всегда, состоит из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5 поколения. Тут все стандартно. Со сканером Samsung молодцы. Удобно, наконец-то, расположили. Так как надо. Молодцы. Но датчик измерения пульса, стресса и тому подобное опять сбоку. Еще и в другом конце света. То есть, вообще, да, можно сказать, еще и в другом конце галактики. То есть, чтобы до него дотянуться, нужно измазать две камеры по очереди. Это важно, не забудьте. Сначала первая камера мажется, потом вторая. В общем, это вечная проблема Samsung. Я бы его расположил сбоку. Это было бы вообще по красоте, как по мне. Где-то рядом с качелью громкости. Жаль, что Samsung меня не посмотрит и не услышит. Кто согласен, оставляйте комментарии, оставляйте свое мнение. Я их все читаю и отвечаю. Что касается схожести Note 9 с Note 8. Вечная проблема. Такой подход может убить интерес к девайсу. Согласитесь с собой. Знаете, было бы неплохо, если бы Samsung объяснил, почему он так делает из года в год. Пожалуйста, Samsung, вы же наша одна из самых любимых компаний. Объясните, почему, почему, почему же, почему же. Нам станет намного легче. Не правда ли? Мы очень не хотим, очень боимся повтора ошибки с Galaxy S9 и S9+. Ведь вы, ведь мы, ваши любимые пользователи. Хотим, чтобы у вас все было хорошо. Ведь провал модели Galaxy S9 и S9 Plus по продажам научил одному. Апгрейды функциональности ничего не значат без серьезных внешних изменений. Samsung. Копировать дизайн Note 8 крайне странное решение. S8 стал главным Android хитом 2017 года. Самым привлекательным дизайном по сей день. И виртуальной кнопкой Home. Поэтому выпуск ремикса в 2018 S9 оправданный шаг. Да, согласен. К Note 8 интереса не было вообще. О нем поговорили в начале сентября. А потом внимание перебил iPhone X. И на этом точка. Что касается стилуса. Пожалуй, это действительно самое крутое изменение в модели. Будущий S-Pen для Samsung Galaxy Note 9 определенно стоит ожидания. В отдельном твите источник заявил, что S-Pen для Samsung Galaxy Note 9 это стилус душой. И он может стать крупнейшим апгрейдом в истории S-Pen. Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских S9 и S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма. То есть прежний будет лопата. Технология экрана Super AMOLED. И соотношение сторон 18,5 на 9. Что очень хорошо. Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. В зависимости от региона выхода. Для тех, кто в танке, Exynos для Европы, Snapdragon для Америки. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 гигабайтами оперативной, 64, 128, 256 постоянной. А также будет версия с 8 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной флеш памяти. Аккумулятор получит емкость не 4000 мАч, как ранее было заявлено, а 3850. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. Что с ценой? Тут мурашки по коже. Стоимость смартфонов линейки Note 8 всегда была высок. Ну и правда Samsung никогда не рассчитывал на большое число продаж этих девайсов. В этом же году Note 9 должен стать бестселлером. Следовательно ценовую политику разумно поменять. У Note 8 было достаточно преимуществ перед S8. Двойная камера с портретным режимом, стилус в комплекте, более качественный звук в наушниках и без. Проблема в другом была. Компания выставила за него космические штуку долларов. В России он стоил 70 тысяч рублей. Сейчас ситуация еще сложнее. При стоимости свыше 900 долларов у смартфона будут шансы только на трех рынках. США, Южной Корее и Китае. В частности, компания придает большое значение третьему рынку. И там конкуренция среди флагманов как никогда высока. Huawei P20 стоит вообще 750 долларов. Xiaomi выпустила добротный Mi Mix 2S, Mi 8 за 527 и 420 соответственно. OnePlus 6 с 8 гигабайтами оперативной памяти стоит вообще 530 долларов. Кроме того, спрос на смартфоны по всему миру снизился. В первом квартале продажи в Европе упали на 6,3%. В Китае вообще на 21%. В такой ситуации у дорогого девайса просто нет шансов стать хитом. Вокруг китайские конкуренты с привлекательными ценами. Надеемся, Samsung примет правильное решение и чуть-чуть или не чуть-чуть снизит стоимость на свои флагманы. Идем дальше. Теперь перейдем к Xiaomi Mi Band 3. Назван главный недостаток Xiaomi Mi Band 3, который раздражает абсолютно весь. Было проанализировано уйма отзывов о данном девайсе среди Китая, России и ряда других стран. И всех раздражает абсолютно одно. Речь идет о глянцевом корпусе, который, как и ожидалось, покрывается царапинами и грязью уже в первый день использования. Несколько пользователей сообщили, что они случайно зацепились браслетом за различные предметы. В результате чего фитнес-трекер стал выглядеть просто ужасно во всех отношениях. Глянцевый пластик. Да, именно пластик. Это не стекло, не горилла глаз. Он царапается абсолютно от всего. Вы идете по улице. Да, воздух может его поцарапать. Одевайте на море. Даже если провести по нему пальцем, пальцем, то микрочастицы пыли, которые находятся на экране, поцарапают поверхность. Сто процентов. Доказано многими пользователями. В особенности, сильно все повреждения видны при ярком освещении. То есть в летний период времени. Поэтому этот браслет потеряет свой вид без защитной пленки, без защитного стекла абсолютно в первые дни, даже часы пользования данным девайсом. Советую сразу покупать пленку, сразу покупать стекло, сразу покупать чехол. Вообще бронировать весь браслет. И в итоге у вас на руке будет огромная громадина. Печально. Почему так? Наверное из-за того, что браслет стоит очень дешево, по крайней мере на рынке Китая. Китайцы Mi Band 3 максимум вложили всего полезного, но сэкономили на самом главном. Поэтому печально, но факт есть фактор. На сегодня это все новости. С вами были товары из Поднебесной. Я очень старался, поэтому буду благодарен за палец вверх и подпись на канал. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо, па-па.